МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Уралконтракт нефть. Свобода передвижения". Сегодня в программе. Нужно ли в маршрутках пристёгиваться ремнями безопасности и кто за это отвечает? Грузовики на проспекте Мира. Остановка для выгрузки товара мешает всем. И цены на автомойках в Нижнем Тагиле. Недавно произошло ДТП с маршруткой. Ребёнок разбил голову. Должны ли быть ремни безопасности в общественном транспорте? Кто несёт ответственность в случае подобных инцидентов? В данном случае пассажиров перевозила маршрутная газель. Заводам-изготовителям на данной модели транспортного средства не предусмотрен ремни безопасности в салоне. Тем не менее, согласно правилам дорожного движения, если заводам-изготовителям ремни не предусмотрены, соответственно, водитель не несёт ответственности административно за то, что пассажиры не пристёгнуты ремнями. Могу сказать однозначно, что на всех междугородних маршрутах уже введено требование в обязательном порядке. Транспортное средство должно быть оборудовано ремнями безопасности. Купил автомобиль 98-го года выпуска с обрезанными ремнями безопасности на задних сидениях. Являюсь ли я сейчас нарушителем, если пассажиры сзади не пристёгнуты? Данный водитель и автовладелец, который эксплуатирует автомобиль с обрезанными ремнями безопасности, уже как бы он не прав, потому что этот автомобиль считается неисправным. То есть эксплуатировать автомобиль уже вы не имеете права. Уже за это только можно понести наказание. Уж не говоря о том, что в автомобиле, который с завода по конструкции предусматривает наличие этих ремней, а у вас их нет. То есть это чисто ваши проблемы. Вы должны были эти, даже вот, я не знаю, где-то ваши взяли, эти обрезанные ремни заменить на новые. Водители грузовых автомобилей остановку выполняют для загрузки, разгрузки своего грузового транспортного средства на левой стороне проезжей части проспекта Мира. Тем самым они нарушают правила дорожного движения, где говорится, что на левой стороне остановка и стоянка разрешаются, но только на дорогах с односторонним движением. Но это если бы речь шла о улице Газетная, улице Цауковского. А тут знаки такие же, один в один стоят, знаки 5-5, дорога с односторонним движением, но он информирует о наличии именно проезжей части. Сам-то проспект Мира, он является дорогой с двусторонним движением, имеющим две проезжие части, каждая из которых двухполосная. Знак «Односторонние движения» на проспекте Мира относится не к дороге в целом, а к одной проезжей части. Соответственно, остановка слева здесь запрещена и приводит к затору и потенциальному ДТП. Данные водители должны вставать на стоянку или остановочные действия, которые связаны с разгрузкой-погрузкой, производить только на правой стороне. Да, это, конечно, сложно для них, потому что им придется уже разгружаться, буквально носить это все через проезжую часть, но это уже другой вопрос. Цены на услуги автомойки для легкового автомобиля в Нижнем Тагиле. Экспресс-мойка кузова от 70 до 170 рублей, бесконтактная мойка автомобиля от 100 до 250, полировка кузова от 400 до 600 рублей, химчистка сидений от 400 до 600, химчистка всего салона, обойдется примерно в 1000 рублей. Бонусная карта «Уралконтрактнефть» Это уникальная 10-процентная скидка до 300 литров бензина в год бесплатно. Чем больше вы заправляетесь, тем больше вы экономите. Спрашивайте на автозаправках и в офисе компании «Уралконтрактнефть». «Уралконтрактнефть» Все виды нефтепродуктов оптом и в розницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин